Во имя Отца, Сына и Святого Духа! Сегодня, дорогие отцы, братья и сестры, мы собрались в этом Святом Храме для того, чтобы вспомнить и молитвенно отметить двунь десятый праздник Успения Пресвятой Богородицы. Почитание Пресвятой Богородицы и особенно таких праздников в Ее честь, как Успение Пресвятой Богородицы, является, можно сказать, красной линией в благослужебном благочестии православной традиции. Всегда в Древней Церкви и до сего дня почиталась Пресвятая Богородица и почитался праздник Успения. Мы прославляем Пресвятую Богородицу, потому что само наименование Ее Богородицы указывает на основание нашего прославления. Она Мать Бога, Бога Слово. Конечно же, Бог всегда существует. Не было времени, когда не было бы Бога. Вообще категория времени по отношению к существованию Бога является неуместной. Но мы вынуждены использовать эти категории, потому что не можем выйти за пределы нашего языка. Но в один момент человеческой истории Бог воплотился. И это воплощение – великая тайна. Тайна благочестия, как говорит апостол Павел. Пресвятая Дева Мария стала той, кто дала свою плоть, стала Матерью Богослова. Бог вожелал воплотиться. И воплотился от Пресвятых Богородиц и Приснов Девы Марии. По человечеству она его родила. И, конечно же, честь наименования, которое мы воздаем Господу Иисусу Христу, именуя Его выше всякого имени, которое есть, да это имя Бога. Вы слышали сегодняшний апостол, где сказано, что будет дано имя Иисусу, имя, которое превыше всякого имени. Да перед именем Иисуса преклонится всякое колено, земных, небесных и преисподни. И это высшее имя, перед которым все преклоняются, это наименование Бога. Господь Иисус Христос – Бог. И мы веруем и исповедуем. Это часть, великая даже не часть, основания православного исповедования, что Христос – истинный Бог и истинный человек. И само наименование, само честь, само достоинство Христа, которое мы Ему воздаем именно Его Богом, переходит на Его Мать. Потому что если Он Бог, то она Мать Бога. Если Он Бог, как мы Его исповедуем, то она Богородица. Да, она родила Его по плоти, но родила она Того, Кого мы прославляем как вечного Бога. Поэтому, как говорят многие святые отцы, в наименовании Богородица вся тайна нашего спасения, тайна домостроительства, то есть того, что сделал Бог для того, чтобы спасти род человеческий. Мы сегодня слышали, дорогие братья и сестры, Евангелие от Луки, когда одна из женщин, видевшая чудеса, совершенные Господом Иисусом Христом, по традиции, которая есть в любом народе, прославляет мать человека, которого она хочет похвалить. Когда мы хотим похвалить какого-нибудь человека, мужчину или женщину, мы всегда хвалим маму. Мы говорим, что как хорошо, что вас родила мама. Или как достойный сын вы своей матери, или достойная дочь своей матери. Когда есть эти слова, то тем самым, как бы и восхваляется мать, которая родила достойного человека. И такое обычае есть во всех народах. Есть он и у нас. И вот эта женщина, которая прославляет Господа Иисуса Христа, она как раз и в рамках такого обычаев провозглашает, что блаженно чрево, которое тебя родило, и сосы, которые тебя вскормили. Но Господь наш отвечает, что блаженны те, кто слышат, исполняют волю Божию. Казалось бы, что этот евангельский текст должен пониматься и трактоваться, и так, к сожалению, иногда толкуется некоторыми христианами, которые неправильно понимают Писание, как текст уничижающий, как текст, который говорит о том, что не надо почитать подоробиться. Потому что вот женщина воскликнула, что надо прославить твою мать, а Господь сказал, что нужно и блаженны те, кто исполняет волю Отца Небесного. Несколько есть моментов в Евангелиях разных, и у Матфея, и у Марка, и у Луки, где разного рода вопросы и ответы Господь все-таки дает такое, что надо признать блаженными тех, кто исполняет волю Отца Небесного. У одного из евангелистов есть даже более, можно сказать, резкое повествование, когда Господу сказали, что ждет тебя мать твоя, то Он ответил, что кто исполняет волю Отца Моего Небесного, тот мне и мать, и брат, и сестра. Все помнят это евангельское повествование, оно из Евангелия от Матфея. Но задумаемся, православная церковь читает этот текст в день, посвященный Богородице. Не скрывает этот евангельский текст, не делает вид, что его не существует. Православная церковь установила чтение этого текста в дни, проставляющих Богородицу. Значит, этот текст, с точки зрения Православной церкви, ее учения и толкования святых отцов богородичный по своему содержанию. И действительно, он богородичный по своему содержанию. Уже преподобный Иоанн Даманскин, блаженный Ироним, или святитель Фоти Великий, толкуя эти слова, говорят, конечно, блаженны те, кто исполнил и услышал волю Божию. Но кто исполнил волю Божию в большей мере, чем Дева Мария? Кто больше послушался Бога? Кто больше стал исполнять, чем Дева Мария? Эти слова, сказанные Господом, ни в коем степени не отрицают почитание Пресвятой Богородицы, не умоляют ее, лишь как бы дают верный ориентир людям, что нужно прославлять и нужно стремиться не к родству по плоти, вернее, не только к Нему, а к родству по духу. А родство по духу возможно только в исполнении, совместном исполнении закона Божьего. Святитель Фоти так и говорит, кто сказал на благую весть все раба Господни, да будь не по слову Твоему, Дева Мария. Кого выбрал Бог для того, чтобы воплотиться? Дева Мария. Выбрал ли Бог для своего воплощения ту, которая не исполняет Его волю? А выбрал ли Бог для исполнения ту, которая непослушна закону Божьему? Естественно, что нет. Он выбрал ту, кто максимально послушна закону Божьему. Выбрал для своего воплощения ту, кто готова следовать за Богом в любой момент своей жизни. Ту, которая смиренно отвечает, я раба Господня, да будет мне по слову Твоему. И поэтому все слова евангельские, это слова прославляющие Бога. Потому что действительно блаженно чрево, которое носило Бога воплоти Господа Иисуса Христа. Но и блаженно Дева Мария, потому что исполнила она волю Божью. И само Боговоплощение, это и есть исполнение идею воли Божьей. Она, став Матерью Бога, исполняет, в том числе, исполняет и волю Божию. Поэтому мы величаем и прославляем Пресвятую Богородицу. Как Богородицу, как Деву, как Пречистую. И столько много молитвословий в нашей Церкви, прославляющих ее. Богородичный первого часа начинается с таких замечательных слов. Что тебя на реку Пресвятая Дева? Пресвятая то есть, как можно назвать Пресвятую Деву? Все слова, которые мы можем использовать, они будут недостаточны для того, чтобы прославить ту, которую Бог избрал для своего Боговоплощения. Но тем не менее, мы находим множество слов для того, чтобы увеличать Пресвятую Богородицу, для того, чтобы прославлять Пресвятую Богородицу, для того, чтобы прибегать к ее заступничеству и молитву. Однако, Пресвятая Дева Мария, хотя и Богородица, и Преснодева, однако человек. И сегодняшний праздник это великое напоминание нам о том, что с одной стороны Дева Мария человек, а с другой стороны Пресвятая Богородица в Успении прославляется так, что становится выше небесных сил Хералимов и Серафимов. Преподобный Иоанн Дамаскин, когда восхваляет Святую Богородицу, говорит, мы чтим ее как Богородицу, но не как богиню, потому что, если бы мы чтили ее как богиню, то это было бы баснями языческими, а мы исповедуем и поклоняемся Господу Богу Единому. Но сам Господь, воплотившись через Святую Богородицу, дал нам возможность прославить ее. И в этом прославлении мы именуем и величаем ее разными благородными наименованиями и словами, но помним, что она тоже человек. И то, что в ее жизни был момент умирания, момент смерти, это указание и напоминание о человеческой природе Девы Марии. Пресвятая Богородица, она не была изъята из потока первородного греха. Все мы знаем по православному вероучению, дорогие братья и сестры, что все рождаются с первородным грехом. Тем грехом, которого Святые Отцы именуют прародительским грехом, адановым грехом, первичной порчей. Но не суть, как происходит наименование этого греха, она суть того, что он передается всем людям от первой пары Адама и Евы. Потому что, когда они согрешили, то были последствия греха, и эти последствия греха передаются всем потомкам, всем потомкам, то есть всем людям. В Адаме все согрешили, говорит апостол Павел. И этот грех, который переходит к нам по наследству, делает нас и смертными, и слабыми, и тленными. Но Пресвятая Дева Мария, хотя и не была изъята из этого потока первородного греха, тем не менее, никогда не совершила личного греха. Поэтому прославляем ее ее за святость. Она свята, потому что всю свою жизнь служила Богу, потому что ничего дурного не сделала, даже дурного поступка, а никакого дурного помысла не было в ее благочестивых уме, в ее благочестивых мыслях. Поэтому Пресвятая Дева, хотя, как все люди, и умирает, потому что, как говорит тот же апостол Павел, следствием, наказанием первородного греха является смерть, но смертный, потому что есть это действие в первородном грехе, однако личная жизнь Пресвятой Девы святость. Нет ничего дурного, ничего плохого, сделанного ей, поэтому она свята. И Господь выбирает для своего воплощения ту, которая абсолютно чиста, чистейший сосуд, на котором нет никакого пятна, никакой тени, который готов полностью служить Господу. Пресвятая Дева родилась, и мы празднуем Рождество Пресвятой Богородицы. Пресвятая Дева жила, родила Богослово, и Пресвятая Дева умерла. Мы сегодня как раз вспоминаем ее смерть. Что такое смерть? Смерть это разлучение души и тела. Смерть сильна. Ветхий завет исполнен скорби по поводу силы смерти. Ничто не может победить смерть, ничто не может преодолеть смерть. Все смерти, все, даже великие праведники умирали, потому что таков закон существования человеческой природы по последствиям Великопадения. И все должны были умереть, в том числе и Пресвятая Дева Мария. Но если до Господа Иисуса Христа смерть это ужас, это отчаяние, это невероятный страх и страдания, то Господь наш Иисус Христос победил смерть. И когда мы отмечаем Пасху, то мы всегда прославляем Христа как победителя смерти. Христос стирает силу смерти и силу ада. смерть где твоя победа воскресает апостол Павел. И Дева Мария идет уже путем не просто смерти, а смерти после того, как Господь Иисус Христос ее Сын совершил победу над смертью. Да, мы продолжаем умирать, мы не бессмертны, хотя мы все с вами веруем, что будет воскресение мертвых, и тогда Господь даст всем бессмертие. Но сейчас закон смерти, даже после того, как Господь Иисус Христос совершил победу, над нею действует. Но в чем же тогда победа Христова? В том, говорят святые отцы, что если человек раньше умирал и ад, в который он спускался по-еврейски шиол, это было местом уныния, местом, где нет возможности прославлять Бога, царь Давид в Салмах так и говорит, во аде кто исповес тебя, кто читает псалтырь помнит эти слова, то когда Господь уничтожает силу смерти, это уничтожение в том, что умирая человек теперь может быть с Богом. Раньше человек уходил вместо печали, а сейчас умирает с Богом и по смерти остается с Ним. Апостол Павел говорит слова невозможные для Ветхого Завета. Ничего не желают так, как умереть и быть с Христом. Любой праведник Ветхого Завета боится смерти, потому что от места, где нет Бога. Но праведники христианские, праведники Церкви Христовой знают, что в смерти они остаются с Богом. И поэтому смерти не боятся. И даже ожидают, и даже как известно в жизни многих святых Господь открывал дату смерти для Своих избраний. Пресвятая Дева умирает, но это умирание это умирание для того, чтобы быть прославленной и быть вместе со Своим Божественным Сыном. Преподобный Адамаскин говорит удивительные слова, восклицая и как бы обращаясь к Деве Марии. Смерть Твоя, говорит он, является славным переходом к месту с Богом. Смерть Дева Мария показывает все свое величие и всю свою славу. Мы празднуем не смерть Богородицы, мы празднуем успение Богородицы. И само это наименование успения это не эфтимизм, это не просто красивое слово. Успение мы празднуем потому, что показываем этим наименованием, что смерть уже просто сон. Для всех, для всех верующих во Христа смерть это просто сон. Но в отношении Богородицы мы показываем, что она Дева Мария, Богородица, над которой смерть не властна. Еще вспомню такой евангельский рассказ, когда Господь Иисус Христос идет по граду проповеду и к нему подбегает начальник синагоги и просит его вылечить его умирающую дочь. Когда Господь приходит в дом этого человека, звали его Иаир, оказывается, что девочка умерла. Но Господь ее воскрешает. И перед тем, как ее воскресить, Он говорит людям, которые уже собрались и плачут вокруг этой умершей девочки, что девица не умерла, но спит. Этими самыми словами Он показывает свою божественную власть, потому что для Бога все живы, потому что Бог сотворил людей не для смерти. И хотя мы можем воспринимать нечто как умирание, для Бога даже те, кто сейчас вне своего физического тела, все равно живы. Поэтому для Бога есть уснувшие смерти, но не умершие. Этими словами, когда Он говорит про умершую девочку, что девица не умерла, но спит, показывает отношение к смерти и показывает свою власть Бога. И тем более, если эти слова были сказаны дочери Иаира, они могут быть сказаны по отношению к Пресвятую Богородицу. Богородица не умерла, Богородица уснула смертью. Но смерть эта ее не смогла удержать. И есть многих, многих святых отцов, особенно тех, кто жил, родился и вырос в Иерусалиме, и кто внимательно сегодня слушает, и вчера слушал текст службы успения, не мог не обратить внимания. Пресвятую Богородицу смерть не смогла удержать. Она умерла, но, как повторюсь, многие-многие древние святые отцы, и преподобный Иоанн Дамаскин, и Модест Иерусалимский, и Фотик Константинопольский, и многие-многие другие говорят о том, что Пресвятая Дева Мария через несколько дней после своего успения воскресла и в теле была взята на небеса, где пребывает вместе с Своим Сыном Господом Иисусом Христом Высший Херувимов и Высший Серафимов. Это упование Церкви, это учение Церкви снова и снова напоминает нам о великом положении Пресвятой Девы Марии в вопросе нашего спасения. Пресвятая Дева не просто послужила Деву воплощения, Пресвятая Дева пребывает ныне на небесах Высших Херувимов и Серафимов и мы обращаемся к ней в молитву, зная, что она не оставит нас. Тропарь праздника Успения говорит, что во Успении мира не оставила. Поэтому для нас Успение, как это может быть прозвучит непонятно для людей не церковных, но для людей церковных, Успение это радостный праздник, показывающий, что смерть больше не имеет власти, показывающий прославление Девы Марии, показывающий любовь сына и матери, и показывающий, что Дева Мария ходатается перед Богом за нас грешных. Во Успении мира не оставила. Мы, православные христиане, всегда с древних времен верили и веруем, что Пресвятая Богородица помогает нам, что Пресвятая Богородица отвечает на наши молитвы, что Пресвятую Деву Марию Господь слушает, потому что, опять же, как сказал преподобный Иоанн Дамаскин, нет никакого расстояния между Матерью и Сыном. Это не расстояние физическое, это расстояние духовного и телесного родства. Все знают, какая великая связь между родителями и детьми, между Матерью и Сыном. И это же правило работает, конечно же, и в отношении Бога Слова, воплотившегося в Бога Человека Иисуса Христа и Его Пречистой Матери. Нет никакого расстояния между Матерью и Сыном. Когда мы провозглашаем молитвы к Матери, слышит и Ее Божественный Сын. Когда мы просим о помощи Пресвятую Богородицу, то Господь Иисус Христос слышит эти молитвы и исполняет их. Когда мы прославляем Пресвятую Богородицу, мы прославляем Его Матерью. В этом упование нашей Церкви, в этом радость нашей Церкви и в этом сила нашей Церкви. Поэтому в этот сегодняшний день, дорогие отцы, братья и сестры, снова и снова прославим Пресвятую Богородицу. И с верой и с надеждой будем говорить молитвы, обращенные к ней. Пресвятая Богородица, помогай нам. С праздником! Богородица, болитцик, богородица, болитец! Продолжение следует...